Ну что, господа В начале каждого репортажа я немножко сделал такое лирическое отступление. Вот сегодня будет репортаж и об автомобиле, и о стабильности. Что с моей точки зрения стабильность? Стабильность это длительная и постоянная работа на благо горожан, но некоторые автомобильные компании, знаете ли, они очень нестабильны. И к таким мы отнесем, ну, в смысле, работают со средствами массовой информации, все время не саквояж, пожалуйста, группу фирм авторитет. Это к чему я? Да к тому, что нас за глаза частей капкакивают. Но, тем не менее, у нас есть свой рынок, и своими стабильными клиентами ни с кем делиться не будем. И к таким клиентам мы отнесем Japan Car, разумеется. И вот Japan Car стабильно водит очень хорошие и качественные автомобили. И иногда, конечно, это не всегда дешево, но это в любом случае того стоит. Так вот, последний из вариантов, и мы обязательно вам его покажем, приедет из Японии с пробегом 7000 км. Ничего, так нормально, да? Ну, сегодня мы едем примерно на таком же автомобиле с пробегом гораздо большим, скажем так, 15000 км. Так вот, это машина 2002 года выпуска. Да я думаю, это эксплуатация была в 2004 году. Откуда такой маленький пробег? Нет. Есть такие машины в Японии. И вот именно на такие машины охота открылась Japan Car. Мы не стали возить автомобили с так называемой «зеленки», хотя когда-нибудь мы вам покажем какие-то машинки ездим. Но специфика другая. Нельзя же лицо в грязь попадать. Тем более в таком автомобиле. Что за машина? Ну, машина эта собирается в США, в США, в Канаде. И она имеет обозначение «Fontiac Vibe». А этот оригинальный автомобиль имеет американский дизайн, потому как встаете «Matrix», так как встаете «Waltz». Очень красиво выполнены не вот эти симметричные колодцы. Здесь асимметрия, но асимметрия очень красивая. Что еще здесь есть? Здесь есть двигатель объемом в 1,80 литра. И здесь есть полный привод. И все это за символическую сумму 450 тысяч рублей. Стабильность в позиции Japan Car – это всегда качественные автомобили с минимальным пробегом. И с перспективой работы на будущее. Будущее сегодня немножко туманно. Владивосток затуманился, потому что нет ПТС. И кое-кто подвисает автомобиль. Говорят, что подвисают автомобиль. У вас как дело обстоит? Ну, существует проблема, да, по Приморскому краю, по привозу автомобилей, что катастрофически не хватает ни ПТС, ни транзитов. Но так как мы работаем долго и серьезно на этом рынке, у нас автомобили идут стабильно, без задержек. Наше дело правое. Да, наше дело правое. И поэтому, если да, если нет нехватка, то есть стабильный спрос. Привезя вот такие машины, сколько человек экономит? Вот, допустим, человек купил новую машину и начинает попадать на сумму, ну, примерно от 7 до 10 тысяч рублей, потому что машина якобы на гарантии, которой, собственно говоря, гарантией не является. Вы можете гарантировать, что человек на этой машине проедет 100 тысяч километров, поэтому будет масло менять за 700 рублей, прошу прощения? Да, это мы гарантируем. Ну, а что такое новый автомобиль? Сейчас идет тенденция к покупке нового автомобиля. Население – это Китай и Корея. Китай и Корея – это, конечно же, бледные копии Японии. И, как бы, японский автомобиль есть и японский автомобиль. Соответственно, сейчас идет тенденция такая, что идут автомобили не старше трех лет и с пробегами, ну, смешно сказать, 7, 9, 8, 15 тысяч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова